Татьяна Шакирдова работает на дезинфекционной станции более 20 лет. Женщина с юного возраста хотела помогать людям, мечтала стать врачом. По словам Татьяны Ивановны, сегодня, особенно в период пандемии, работа врача-эпидемиолога и своевременная дезинфекция помещений и контактных предметов очень важны для здоровья жителей Ульяновской области. Понимаете, у меня как бы династия. У меня родная тётя фельдшер, сестра родная, врач, все двоюродные сёстры, врачи. Поэтому я и пошла в медицинское училище, закончила. И мне нравится помогать людям, чтобы они были здоровыми, не болели всеми инфекционными заболеваниями. Сегодня, как отмечает руководство станции, медицинский персонал составляет всего 12 человек. Однако этих специалистов достаточно, чтобы при помощи современной техники проводить дезинфекцию в различных организациях и в домашних очагах болезни. Работа станции направлена на истребление грызунов и насекомых, а также на дезинфекцию помещений от опасных вирусов. При обращении в поликлинику вы можете заказать заключительную дезинфекцию бесплатно. При госпитализации моя обязанность, согласно санитарных норм и правил, проводить заключительную дезинфекцию домашнего жилья. Это совершенно бесплатно для населения средства, которые применяются безопасно для человека и эффективно против коронавирусной инфекции. Ульяновской областной дезинфекционной станции в этом году исполняется 75 лет. Ее история началась с апреля 1946 года, когда на территории Корсунского и Барышевского районов Ульяновской области организовали отряды профилактической дезинфекции от малярии, туберкулеза и сапного тифа. Татьяну Шакердову и других сотрудников наградили благодарственными письмами и грамотами на торжественном мероприятии в Министерстве здравоохранения. Ваша работа действительно, может быть, не всегда так видна и замечена, но, тем не менее, она от этого не становится менее важной. И вы стоите на страже, в том числе санитарно-эпидемиологического благополучия и работаете на профилактику инфекционных заболеваний. По словам руководства станции, сегодня очаги заболевания по-прежнему сохраняются во всех районах Ульяновской области. Именно поэтому важно проводить своевременную дезинфекцию и использовать средства личной гигиены для профилактики заболевания.